Глава 94. Шах по нём. В общем, воистину, очень хитро сделано. Мрачно сказал Бродерик об устройстве для лечения рака. Сейчас несколько невразимцев только тем и заняты, что пытаются выяснить, насколько сложно в принципе добиться совместной работы электроники и магии. Невразимец был вынужден согласиться с Альбусом, что до тех пор, пока атланты не станут делать что-то, чего нельзя объяснить технологиями, уверенно обвинить их в том, что они позволяют маглам увидеть магию, не удастся. Вдобавок, наличие портала позволяет им заявить, что любые инциденты, которые окружающие могут честь магическими, не более чем недоразумения, плод неверного восприятия некоего природного явления или внешнего проявления работы технологии совершенно иного мира, в котором подобные магические явления дело вполне заурядное. К примеру, летающие по воздуху мелкие предметы, никакая не магия, а обычный телекинез, которая, как всем известно, никакого отношения к магии не имеет. Об этом даже писали видные магловские ученые, исследующие особенности работы мозга. И вообще, для сотворения магии требуются волшебные палочки, коих у эквестрийцев не наблюдалось от слова совсем. И хотя Международная конфедерация магов и могла попытаться пожаловаться, что атланты не скрываются, как следует поступать магам, а наоборот, выставляют себя на всеобщее обозрение, однако ни одно их слово или действие нельзя подвести под обвинение в нарушении Международного статута секретности. Если же потребовать досконально соблюдать все правила, то дело закончится с тем, что маглорожденным и полукровкам, а также их семьям придется полностью уйти из магловского общества, покинув свои дома и поселки, так, как это в свое время сделали чистокровные. Вот только это вызовет еще больше проблем, поскольку попытка магов скрыть тысячи акров плодородных земель, необходимых для фермерских хозяйств, учитывая многократно возросшее за счет маглорожденных и полукровок население, в современном мире будет практически сразу обречена на провал. По сути, разница в отношениях с маглами атлантов и большинство магов с ведьмами заключалась лишь в масштабе действий. Из-за устроенных атлантами махинации даже близких союзников Англии, болгар и французов оказалось довольно трудно убедить, что сохранить статус-кво и поддержать позицию Министерства Англии будет в этом вопросе наилучшим решением. К счастью, получив на руки заключения и отчеты невыразимцев, они в конце концов согласились с мнением директора Хогвартса. А уж с их помощью и помощью их союзников МКМ, Альбус сумел протолкнуть данное решение в неочередном пленарном заседании, по итогам которого было решено пока не предпринимать никаких других шагов, за исключением отслеживания деятельности атлантов в отношении маглов. В конце концов, если кто-нибудь не запаникует и не устроит что-нибудь монументально тупое, то маги могут и дальше не бояться разоблачений. На всякий случай, чтобы атланты не заметили пропажу устройства со склада, невыразимцы вернули аппарат для лечения рака на место. Для сокрытия следов своей деятельности им пришлось ограничиться лишь легким конфундусом, наложенным на маглов. Маги не решились пытаться облевеетить людей, у которых ранее изъяли устройство, поскольку вскрося подобное, и международного скандала не избежать. В конце концов, Дамбалдор очень не хотел рассердить своим вмешательством ни принцессу Твайлот, ни тем более принцессу Луну. А уж Гарри Поттер и вовсе был критически важен для выживания Англии. А это, в свою очередь, вызвало еще одну проблему. Но, несмотря на то, что он неоднократно обыскал Хоксмит, Альбус пока так и не смог найти агента Волан-де-Морта. Все жители деревни были ему хорошо знакомы, а время от времени появляющиеся незнакомцы как приходили, так и пропадали. И редко, когда их видели тут снова, что вряд ли можно назвать характерным для вынужденного хотя бы периодически появляться и следить за своей целью последователя Волан-де-Морта. Даже от кентавров Альбус не мог добиться сколько-нибудь внятного ответа. Они просто продолжали настаивать, что Марс чрезвычайно ярко набирает влияние, хотя Венера перестала склоняться к закату. В свете двух этих светил, убывающий Юпитер, с 30-го числа и до конца апреля вызовет немалые трудности. И лишь Сатурн, убывающий до конца мая, создаст небольшой период спокойствия, когда проблемы отступят, но лишь до момента, когда все планеты перейдут в фазу роста. Совершенно очевидно, что во время нападения на Гарри посреди игры Гриффиндора со слезирином в квиддич, агент Волан-де-Морта должен был находиться где-то рядом. Подобное проклятие для наложения требовало сопровождения цели взглядом. Впрочем, Гарри в тот момент находился довольно высоко, и его было прекрасно видно с большого расстояния. К счастью, Северус успешно разрушил проклятие, наложенное на метлу Гарри, и мальчик все же поймал с ничь, причем таким образом, что эта победа обязательно войдет в Книгу рекордов Хогвартса. Минерва, правда, разрывалась между двумя желаниями. Засадить мальчишку в башню за безрассудство и вознести его на пьедестал за победу над слезирином. Нельзя сказать, что матч изначально был провальным. Гриффиндорцы и до инцидента явно лидировали. Конечно, трудности, возникшие у мальчика, позволили слезиринской команде забить несколько мячей, пока гриффиндорцы отвлекались на взбесившуюся метлу. Но даже с учетом этого достижения они все еще существенно отставали. Тем не менее, последовательность событий не переставала беспокоить директора школы. После просмотра воспоминаний Северуса он не мог с уверенностью сказать, было ли развеяно проклятие с метлы мальчика после того, как он был вынужден прекратить читать контрзаклинания или же до этого. И если да, то почему? Возможно, что-то отвлекло агента, но что? Рядом с профессором зили варенье и сидели только другие профессора, и все они были вне подозрений. Должно быть, агент заметил, что ему противостоит Северус и, прекратив проклятие, поджег мантию профессора, чтобы отвлечь его. Но прежде чем он смог возобновить наложение проклятия на гари, тот уже поймал Снич. Обдумывая этот момент, Дамблдор чувствовал раздражающую досаду. Чтобы заколдовать Северуса, маг должен был находиться очень близко, практически на трибунах. Правда, сейчас, мысленно представив, где сидел профессор и что находилось вокруг него, Альбус вдруг осознал, что Северуса было прекрасно видно из определенного сектора леса. И если бы кто-то оказался в этом секторе, то вполне мог бы бросить в профессора зелье варенье какие-нибудь дальнобойные чары. Притом опушка леса находилась аккурат за границей защитных чар Хогвартса. И потому они вполне могли не обнаружить злоумышленника, если тот немного зайдет за деревья. Что же, похоже, придется назначить Северуса судьей на следующий матч Гриффиндора. Тогда ему придется постоянно двигаться. И злоумышленнику трудно будет заранее предсказать, когда профессор окажется в уязвимом положении одновременно с Гарри. Возможно, даже Дамблдор сам там поприсутствует. Он уже давненько не бывал на матчах по квиддичу. Это станет хорошей возможностью пообщаться с профессорами и студентами. Тем временем, пока не настала следующая игра, Дамблдор решил удвоить усилия по поиску агента Волан-де-Морта. Кем бы ни был этот агент, он явно не из пришлых в Хогтсмиде, а всех постоянных жителей Альбус и так уже по нескольку раз перепроверил и убедился, что проживающие в деревеньке маги и ведьмы являются именно теми, кого он знал, и ни один из них не находился под оборотным зельем или иллюзией. Более того, ни в ком из проверенных Альбус не обнаружил ни малейшего намека на темную магию Волан-де-Морта. А это может означать только одно. Неизвестный, что поджег мантию Северуса. Должно быть, прячется в лесу. Ну, незаурядное, надо сказать, достижение, учитывая обитающих там же кентавров, регулярно патрулирующих окрестностей. Но если только у незнакомца не припрятана в лесу палатка под чарами маскировки, и он не выходит из нее исключительно в немагической форме. А уж если палатка прикрыта Фиделиусом, найти ее и вовсе будет невозможно. Но не наследить за пределами действия Фиделиуса у незнакомца не получится. Что же, придется расширить зону исследования запретного леса от замка вглубь чаще. И, возможно, стоит заодно раскидать там чары обнаружения аппарации. Если агент пользуется ей для появления в лесу, недалеко от замка, эти заклинания его засекут. Да, Альбус не сможет узнать точно, где находится убежище неизвестного, но хотя бы получится сузить область поиска до нескольких миль, благодаря чему у него появится возможность принять адекватные меры. Принцесса Твайлот была весьма недовольна произошедшим на квидичном матче, но Дамблдер тогда поспешил открыто поделиться с ней имеющимися у него воспоминаниями и заверил ее, что Гарри тут в такой же безопасности, как если бы вернулся в Эквестрию. Правда, по какой-то причине его заверения принцессу, похоже, не слишком успокоили. Скривившись и вздохнув, она пробормотала что-то явно нелестное о неведомых ему меткоискателях. Также Альбус собрался во время ближайшей встречи поделиться с принцессой Твайлот информацией о своих последних решениях и действиях в отношении статута секретности. Возможно, заодно мягко пожурить ее за то, что заранее не предупредило его об открытии посольства и за то, что они сотрудничали с маглами за спинами магов. В конце концов, Эквестриицы вели свои дела в Англии, а это возлагало ответственность, если что-то пойдет не так, на английское министерство магии. А еще следует ей сообщить о своем последнем открытии. Добавил Альбус смыслную заметку, кину взгляд на потайной ящик стола. Решение взять сопровождающим профессора Люпина оказалось весьма дальновидным и теперь Дамблдор оказался в долгу перед ним. Не вмешайся, Римус, и Альбус обязательно надел бы кольцо, что, учитывая наложенный на артефакт ворох проклятий, стало бы для Директора концом жизненного пути, как и для всего магического мира. Конечно, Оборотень не знал целей их путешествия, только то, что в результате они нашли шкатулку, где лежало кольцо, на которое было наложено просто прорву убийственных проклятий. Но Альбус был уверен, что это очередной крестраж. К несчастью, судя по прошлой попытке, у него не получится уничтожить проклятый предмет без должной поддержки со стороны. И потом, если принцесса подтвердит его выводы насчет кольца, это станет приятным бонусом, доказательством того, что он относится к эквистрийцам уважительно и открыто и делится всеми своими зацепками, связанными с Гарри и Волан-де-Мортом. Если повезет, то именно этот крестраж покажет, сколько всего их было создано и сколько еще предстоит найти. Дэнблдор подозревал, что существует еще как минимум два. Медальон с лизерина и кубок Хаффлпаффа. Уж больно подозрительно они пропали одновременно с Томом Рэдлом. Едва покинув камин, после путешествия, через который они не рухнули лицами в пол лишь благодаря быстроте рефлексов стражников, стоящих по обе стороны от пункта их конечного назначения, Кастер и его жена с дочерью восхищение уставились на потрясающе красивое и при этом весьма роскошное убранство комнаты, в которой они очутились. Увидев реакцию гостей, принц Блюблат лишь картинно вздохнул и теперь терпеливо дожидался, пока они немного отойдут от свалившегося на них двойного шока. — Как я уже упоминал ранее, — сказал принц, когда гости немного отдышались и вновь обратили на него свое внимание. — Сразу после обеда вам предстоит аудиенцию, принцесс. — А пока позвольте представить вам присутствующих здесь пони. — Это профессор Билл Нейтс. Он кивнул в сторону единорога с серой шерстью, белыми гривой и хвостом, скрывающимся за очками голубыми глазами и кьюти-маркой, похожей на схематичный рисунок молекулы. Серый единорог поприветствовал семью Сирлов вежливым кивком. — Это Apple Polish. — Продолжил Блюблат, указав на пони-единорожку с кремовой шкуркой, коричневой гривой и хвостом, голубыми глазами и красным яблоком на кьюти-марке. Она также кивнула гостям. — Они покажут вам дворец и ваши комнаты, а также ответят на любые вопросы. — А лейтенант Лайтнинг Страйк поможет вам освоиться с крыльями, пока вы здесь, — сказал принц, повернувшись к третьему встречавшему их пони. В отличие от первых двоих, этот пони оказался пегасом с синей шерсткой, двуцветной гривой и хвостом в желтых тонах, зелеными глазами и со стилизованной молнией в качестве кьюти-марки. На шее у него болтались круглые защитные очки. — И с ногами тоже, — пробормотал под нос пегас, улыбнувшись новоприбывшим. — Посол грозно зыркнул на лейтенанта, но в присутствии гостей от выговора воздержался. — Прошу прощения, но у меня есть еще неотложные дела, которыми мне предстоит заняться, а посему я, к сожалению, вынужден распрощаться с вами до того момента, пока не освобожусь, — сказал Блюблат, и, кивнув на прощание, развернувшись, покинул комнату. — Я так понимаю, это ваш первый поход через портал, верно? — спросил профессор Билл Нейтс, выходя вперед и внимательно их разглядывая. — И, соответственно, вы впервые находитесь в Телепоне. — Да, — ответил Кастер, — за всю семью. — Во время официального приема в честь открытия посольства принц Блюблат передал нам приглашение принцесс посетить Эквестрию. Он посоветовал сделать это на неделе после Рождества, если не ошибаюсь. Оно совпадает с вашим днем согревающего очага, верно? — Посол сказал, что в это время в замке довольно спокойно, — пояснил штаб-сержант, неуверенно оглядевшись вокруг. — Это правда. — широко улыбнулся Билл Нейтс. По традиции, неделя после согревающего очага выдается тихо и спокойно. Большинство пони проводят это время с семьей, и дворец практически пустеет. Прекрасное время, чтобы осмотреть все его достопримечательности, не толкаясь в плотной толпе экскурсантов. — Надеюсь, мы не отвлекаем вас от ваших дел? — спросила Милада, жена Кастера, взглянув на сопровождающих. — О, Селестия, нет, конечно же. — рассмеялся Эппл-Полиш. — Как минимум вы избавили нас от всей этой бумажной волокиты в школе. Если бы не вы, мы бы прозябали сейчас в бюрократическом болоте, исправляя и перекладывая с места на место различные никому не нужные бумажки. Со вздохом добавила она. От слов единорожки, а главное, от ноток безнадежности, прозвучавших в ее голосе, Сирлы также рассмеялись и заметно расслабились. — Ох уж это оформление бумажек! — пробормотал Кастер, невольно морщи, словно сжевал целый лимон. — Это точно! — посмеиваясь, согласился Билл Нейтс. Лайтнинг-Страйк подошел ближе. — Прежде чем мы займемся чем-то еще, и учитывая, что до этого у вас не было крыльев, он остановился и покачал головой, нахмурившись. — Вот уж не думал, что когда-нибудь скажу такое. В полголоса пробормотал он в сторону, а затем, прочистив горло, продолжил. — Во-первых, давайте я покажу, как работают ваши крылья, чтобы вы немного к ним попривыкли. — Попробуйте вытянуть их как можно выше. — Да, вот так, отлично. Далее последовал короткий урок о том, как правильно держать и как складывать крылья, а также были показаны упражнения, которые новоявленным представителям крылатого подвида нужно будет выполнять, чтобы мышцы крыльев не затекали, и в них не начались судороги из-за того, что ими долго не пользуются. Кроме того, Лайтнинг показал правила гигиены и ухода за перьями. — Это довольно интимная процедура, разделяемая близкими пони, — отметил при этом Пегас. — Далее, дабы вы не выглядели неуклюжими в воздухе или, не дай Селестия, не поранились по неопытности из-за падения с высоты, полагаю, вам не стоит сразу пробовать летать. Раз уж до этого у вас крыльев не было, то сейчас, скорее всего, просто не хватит выносливости для полета. — Боюсь, вы или попытаетесь слишком резво взлететь, или слишком поздно начнете тормозить, да и рассчитывать правильные виражи нужно уметь. Все это приходит только с опытом. — Между прочим, — добавил он, — види, как гости обеспокоенно переглядываются. Можете не бояться, что покалечитесь, если все-таки упадете. — В этом отношении Пегасы чрезвычайно крепкие, но вот примерно настолько, — сказал инструктор, оглядел комнату и взлетел к потолку. Пегас на несколько секунд завис в воздухе, а затем вдруг метнулся через всю комнату и не просто упал, сложив крылья, а наоборот, активно ими работал, помогая селить тяжести, отчего, как показалось Сирилам, развил просто невероятную скорость, прежде чем врезаться в противоположную стену. Ахнув, превращенные люди кинулись к несчастному, полагая, что тот покончил с собой, ну или как минимум переломал себе все кости. Пара профессоров, наигранно вздохнув, только прижали копыта к лицу, покачали головами и подхватили троих гостей магии, не давая им подскользнуться на полу из-за их несвоевременного порыва. Тем временем Лайтнинг Страйк невозмутимо поднялся на ноги и потряс головой. — Хм, — хмыкнул Пегас, глядя на вмятину в стене. — Я уж думал, это будет труднее. — Ну что, видели? — сказал он, обернувшись, к ошарашенно взирающим на него людям. — Ничего особенного. Лайтнинг сделал шаг и тут же оступился, но быстро восстановил равновесие и ухмыльнулся. — Я в жизни бывало и пожестче падал, но это все хвостня. Пара-тройка минут, чтобы собрать глаза в кучу, и можно лететь дальше. Люди продолжали ошарашенно таращиться на Пегаса, который тем временем вновь взлетел с абсолютно уверенным видом и, сделав несколько кругов под потолком, легко опустился рядом с ними. После того, как гости немного пришли в себя от шока, вызванного столь наглядной демонстрацией живучести Пегасов, они какое-то время отрабатывали базовые маневры, которым любой крылатый пони учится еще будучи жеребенком. Уже через несколько минут новоявленные Пегасы научились отрываться от Земли на несколько секунд, зависая на месте, чтобы привыкнуть к самой мысли о реальности полета. К концу занятия все трое уже могли вполне уверенно парить на месте, пусть и раскачиваясь из стороны в сторону, словно после хорошей попойки. Конечно, не обошлось без падений, но к немалому их удивлению превращенные люди отделались лишь парой мелких ушибов. К счастью, в комнате почти не было мебели, и Костыр не мог с уверенностью сказать, была ли это зала всегда такой пустой, или же пони подготовили ее для гостей заранее. То, что в посольстве нашелся зал с довольно высоким потолком, благодаря чему у свежепревращенных Пегасов появилась возможность делать свои первые шаги в воздухе, по всей видимости, было просто удачным совпадением. Хотя, учитывая, что треть местного населения летала чаще, чем ходила пешком, да и сами принцессы были примерно вдвое выше среднестатистических пони, возможно, ничего удивительного и неожиданного в высоких потолках и не было. Наблюдая за происходящим со стороны, Билл Нейтс и Эппл Полиш с удивлением замечали немало мелочей, о которых они прежде бы и не подумали спросить у своих друзей Пегасов. За этот час Кастер обнаружил, что любимый им парашютный спорт стал скучным и неинтересным в сравнении с полетами на собственных крыльях. Даже сейчас, будучи новичком в этом деле, он уже понял, насколько лучше контроль в воздухе ему предоставляли крылья по сравнению со всем, что он перепробовал прыгать с самолета. Конец их занятий положила Эппл Полиш. — Может, нам стоит перекусить в столовую для персонала? — спросила она. — Вы все выглядите так, будто не ели как минимум неделю. — Все равно скоро обед. — добавила она, взглянув на часы над дверями. — Согласен, — кинул лейтенант. — Голод и правда отвлекает, когда пытаешься освоить новые маневры. Да и полеты сами по себе неплохо так пробуждают аппетит. — Просто сложите крылья, как я вам уже показывал. Плотнее. Не давайте им свисать и волочиться за вами по полу. — На будущее, если проголодаетесь, то просто идите в столовую. — Продолжила Эппл Полиш. — Она работает круглосуточно. — За оплату не беспокойтесь. Только просители, которые пришли на дневной или ночной приемы, должны оплачивать короне свое питание. Приглашенные гости получают угощение за счет казны. Выдавшаяся затем довольно долгая прогулка оказалась отличным способом потренироваться в согласованном перемещении четырех копыт. Естественно, не обошлось без пары случаев, когда сирлы точно пропахали бы носом пол, если бы не помощь сопровождающих. Наконец, оказавшись на месте, превращенные люди впервые увидели, что едят пони. Прилавки и столовые, больше похожие на обычное кафе, едва не ломились от гор разнообразной выпечки, от вида которых гости только что покачали головами, невольно задавшись вопросом, а не работает ли организм пони на сахарь. А уж при виде сенбургера и сена фри, те вовсе потеряли дар речи. Но больше всего жену и дочь Кастера поразило то, что в меню присутствовала рыба. «Рыба — важный источник энергии для пегасов», — пояснил Лайтинг Страйк в ответ на их изумленные взгляды. «Кроме того, для наших гостей из-за границы, грифонов, драконов и алмазных псов мы по мере необходимости также импортируем и мясо. Разумеется, только мясо неразумных животных, уверяю вас». Поспешил заверить их пегас, но то, как он при этом вздрогнул всем телом, не укрылось ни от кого из собеседников. «А вот рыба для пегасов у нас в меню присутствует ежедневно». Сирлы с интересом посмотрели, как лейтенант с легкостью подхватил поднос кончиками крыльев, после чего попытались за ним повторить. Увы, единственное, чего им удалось добиться, к своему немалому смущению — свалить всю стопку подносов на пол. Пара сопровождающих их единорогов обменялась понимающими взглядами и подошла ближе. Пока один укладывал подносы на место, другой вытащил из стопки три штуки для гостей, после чего уже вдвоем они стали удерживать их своей магией так, чтобы превращенным людям было удобно. Проследив за тем, что брал для себя лейтенанта, Кастер выбрал из увиденного лишь то, что не потребовало бы от него во время еды особой ловкости. Жена с дочерью последовали его примеру. Затем сопровождающие пояснили и объяснили им, как пони умудряются брать любые предметы в копыта, отчего первые пару минут люди только и могли, что с удивлением пополам с непониманием таращатся на то, как к чужому копыту прилипает то ложка, то вилка. Тем не менее, после нескольких попыток повторить, сирвы все же смогли есть более-менее привычным образом, а не лакать прямо из тарелки, подобно каким-нибудь хрюшкам. Конечно, в их движениях была заметна скованность и неуклюжесть. Примерно как у маленького ребенка, который сжимает ложку или вилку в кулаке, они аккуратно держат пальцами, но, по крайней мере, ни один пони не засмеялся при виде их манипуляций, хотя кое-кто все же не удержался от улыбки, за что заслужил вечную благодарность Кастро. Кроме того, штаб-сержантов телепони порадовало то, что другие посетители столовой, пусть и заметили неловкость людей в обращении со столовыми приборами, но не таращились на них, как на некую ярмарочную диковинку, не хихикали над ними и не обсуждали меж собой ни попытки их товарищей помочь чужакам в таком простом деле, как умение вести себя за столом, ни то, насколько неловкими выглядели гости по сравнению со своими проводниками и другими пони. Зная, насколько важны кьюти-марки для эквестрийцев, Кастер очень удивился тому, что ни один пони не обратил внимания на отсутствие у них этих отличительных меток. Максимальная реакция, которой они удостоились, удивленно поднятые брови, пусть некоторым из зрителей и требовалась лишняя секунда-другая, чтобы убедиться, что глаза их не обманывают, после чего они просто делали вид, что не заметили ничего необычного, разве что изредка бросали украдкой любопытные взгляды, когда думали, что их не видят. Невольно припомнив свои школьные годы, Кастер только украдкой вздохнул. О том, чтобы люди были такими же внимательными и деликатными, можно было разве что мечтать. Когда людей после обеда проводили в отведенные им комнаты, чтобы те отдохнули и освежились, гиды пообещали заблаговременно вернуться, чтобы проводить гостей на встречу с принцессами. Сирлы испытали новое потрясение. Сказать, что выделенные им апартаменты были роскошными, все равно, что ничего не сказать. Пусть они состояли лишь из трех комнат и ванны, но каких? Одна только гостиная была размером во весь дом Сирлов, да и обе спальни ненамного ей уступали. Вдобавок, как и во всем дворце, потолки были очень высокими, словно предполагалось, что принцессам могло прийти в голову полетать по комнате. Едва ушли их сопровождающие, как в гостиную вошла горничная и поинтересовалась, не требуется ли им какая-либо помощь в том, чтобы привести себя в порядок. Видя, что превращенные люди неуверенно переглядываются, она без дальнейших слов позвала еще двух служанок, и они втроем дружно принялись тщательно вычесывать гостям шерсть. Что ж, теперь Кастер понял, почему лошади так любят когда их расчесывают. Да и судя по реакции жены с дочерью, им эта процедура понравилась чуть не меньше, чем ему. А уж почесывание за ушами и вовсе оказалось до греховного приятного. Затем наступила самая смущающая часть всего путешествия. Горничные проводили их до туалета, естественно предназначенного для пони, а не для людей, и объяснили как именно им пользоваться. Все было проделано с достоинством, так чтобы не смущать ни гостей, ни собственно самих горничных. Кастер подозревал, что служанки были специально подобраны и проинструктированы, что гости в своих копытных телах новички и понятия не имеют, что можно ожидать от собственного организма, а что нет. К тому времени, когда явился принц Блюблат, превращенные люди выглядели вполне презентабельно и даже немного расслабились. Правда, стоило ему появиться, как все трое снова занервничали. Кстати говоря, Билл Нейтс и Эппл Полиш опередили принца всего на несколько минут. У распахнутых дверей тронного зала, подобно статуям, замерли двое стражников в блистающих доспехах. Очередь пони, как облаченных в элегантные костюмы, так и вовсе бизонных, медленно продвигались в сдал, норовясь попасть на дневной прием. Одетые в обычную одежду или обходившиеся без нее, заметно мандражировали, тогда как расфуфыренные всеми силами показывали окружающим, насколько им привычно и скучно все происходящее. Мажордом в красной полосатой шляпе стояла у дверей и сверяла имена пришедших пони с именами в своем списке, и только если она их там находила, проситель получал разрешение войти. Однако Блюблад высокомерно проигнорировал всю эту очередь и направился прямиком к распорядителю. Нарядно одетая и откровенно раздувшаяся от осознания собственной важности кобыла, стоявшая на страже дверей, обменялась с ним парой слов, пока все остальные были вынуждены замереть в нервном ожидании. Расуфыренная знать при виде принца тут же присмирела, в свою очередь направив свои полные удивления и раздражения взгляда на пришедших с ним гостей, явно шокированные их неуклюжестью и плебейской внешностью. Глядя на их вычурные наряды, Кастер рискнул предположить, что перед ними столпились представители высшей аристократии. Затем вся очередь притихла в ошеломленном недоверии и шепотки, подобной волне, понеслись от одного пони к другому. Стоящие ближе всех сопровождающих принца к группе заметили, что у трех незнакомцев нет кьюти-марк. Пони, с которой говорил принц, фыркнула, окинула их взглядом и знаком приказала следовать за собой. Вместе они пересекли огромный зал и подошли к обнесенной с золотым шнуром площадке, где их ожидала другая пони, как предположил Кастер, распорядительница приема, и тоже с блокнотом. На ней красовался алый пиджак и того же цвета шляпа. Сверив записи в блокнотах и что-то там вычеркнув, мажордом вернулась на свой пост у парадных дверей, и вереница пони снова сдвинулась с места, а распорядительница, белая пони с желтыми гривой и хвостом, поднялась на платформу и заняла позицию сбоку от двух тронов. — Вы трое оставайтесь здесь до тех пор, пока вас не вызовут. Тихо проинструктировал их Блюблат. — Мы же пока будем там. Добавил он, кивнув куда-то в сторону. Блюблат зашел в своеобразный загончик, также отделенный от зала витым шнуром на стойках, явно предназначен для гостей, которые имели право сидеть в присутствии монарших особ. Билл Нейтс, Эппел Полиш и Лайтнинг Страйк последовали за ним и устроились на подушках за спиной Блюблада, занявшего место впереди. Тем временем иномирные гости во все глаза рассматривали убранство тронной залы. Естественно, первым, что привлекло их внимание, были два трона, стоящие на полукруглом возвышении, к которым вела короткая лестница. У формления первого доминировало солнце, у другого же главной темой была ночь и луна. Естественно, Селестия выседала на солнечном троне, а вот на другом находилась та, кого Кастер здесь увидеть не ожидал, сама его владелица, принцесса Луна собственной персоной. Кастеру не раз говорили, что она возглавляет ночной прием, разбирая просьбы пришедших после заката. И судя по удивленной реакции пони, входящих в зал вслед за ними, а также по шепоткам и взглядам тех, кто уже был внутри, присутствие сразу двух принцесс в тронном зале было делом редким. Впервые в своей жизни Кастер с семьей стали свидетелями того, как в Эквестере ведется прием граждан. Принцесса Селестия с бесстрастным выражением лица выслушала просителей, стоящих у подножия, ведущих к тронам лестницы. Меж тем принцесса Луна явно отвлекалась на что-то, ведомое лишь ей, изящно подтягивая какой-то дымящийся напиток из большой кружки, которую удерживала магии. Остальные же пони глазели на нарушителей, посмевших пройти в зал мимо очереди. Пока остальным приходилось ждать свой черед, трем пустобоким выскочкам, похоже, было проявлено особое внимание. Некоторые посчитали это оскорблением, и теперь едва ли не пену изо рта пускали от ярости. Другие же просто удивлялись тому, что трое пони достигли совершеннолетия, так и не получив кьюти-марку. Тронный зал постепенно наполнялся просителями и чинушами, и все они недоуменно таращились на плотно сбившуюся группку, состоящую из трех необычных пони, пока до них не начало доходить, что, возможно, именно ради этих самых пустобоких тут и присутствуют обе принцессы разом. Красная ковровая дорожка, ведущая от входа к подножиям тронов, делила огромный зал пополам. По обе стороны от нее располагались зоны, где можно было присесть, а подковообразный балкон наверху был выделен для этого целиком. Пространство ближе к тронам с обеих сторон дорожки, судя по удобным подушкам, кушеткам и низким столикам, явно было выделено для знати, и эта ложа для избранных продолжала наполняться по мере того, как в зал входили все новые и новые пони. Справа перед ними имелся небольшой пятачок для тех, кто собирался обратиться к принцессам с прошением, но лишь немногие из вошедших дворян остались на площадке для желающих предстать перед тронами. Зона позади знати, отделена небольшим пустым пространством, очевидно, была предназначена для пони попроще их спутников, пришедших вместе с ними, желая поддержать просителей во время общения с принцессами. Подушки тут были не такими роскошными, как для знати, да и столики отсутствовали. Балкон был предназначен для зрителей, решивших просто посмотреть на аудиенцию. В обоих секторах еще хватало пустых мест, хотя похоже, что те, кто собирался обратиться к принцессам, уже все собрались. Через равные промежутки в зале по краям дорожки и вдоль стен находились вооруженные гвардейцы пони, притом не только на полу. Под потолком также парила группа стражей пегасов. Принцесса Селестия взглянула на Сирлов. Затем, когда пони, стоявший перед тронами, закончил свою речь, улыбнулась и кивнула. — Спасибо, лорд Брейкинвинд, — сказала она. — Я услышала ваше предложение относительно этого закона и рассмотрю его настолько внимательно, насколько оно того заслуживает. Выглядела принцесса вполне искренней, отчего Кастер немного растерялся, гадая, она и правда так отвечает на полном серьезе или тонко издевается над, возможно, уже надоевшим ей своими речами и просьбами дворянином. И тот, судя по выражению его лица, тоже, как и окружающая публика. Тем не менее пони изящно поклонился и степенно прошествовал к сидячим местам для знати сразу за местом, занятым принцем Любладом и святой Сирлов. Усевшись, он тут же начал что-то в полголоса обсуждать с пони, сидевшим с ним рядом. Тем временем распорядительница выступила вперед и язычно объявила. — Кастер Джеймс Сирл! Его супруга Мелада Сирл! И их дочь Талия Сирл! Пожалуйста, подойдите к тронам! Вызванные предмонаршей очи, превращенные люди неровной походкой подошли к ступеням у основания тронов, стараясь ступать крайне аккуратно. Сейчас явно было не самое подходящее время, запутавшись в ногах, поцеловать пол. Остальные присутствующие с интересом наблюдали за ними, перешептывая с соседями. Конечно, Кастер с семьей знали, что будут удостоены аудиенции с принцессами, но не ожидали, что это произойдет на глазах такой толпы их подданных. По намекам Блю Блада, они и вовсе думали, что им предстоит всего лишь короткая встреча за чаем. Принцесс Луна встала и улыбнулась гостям. — Да будет известно! — громко объявила она на весь зал, — что Кастер Джеймс Сирл оказал вельми ценные услуги как Эквестрии, так и принцессам ее. Его помощь роль важную сослужила в создании посольства в мире людей, а такое же в налаживании равноправных, справедливых отношений с правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по иную сторону межмирового портала, что в Паневиле найден был. Зал разразился возбужденным гомоном. Впервые одна из принцесс публично упомянула о мире, лежавшем по ту сторону портала. До этого они лишь признавали его существование и перенаправляли все возникающие по этому поводу вопросы во вновь образованный межмировой департамент. Следом поднялась и принцесса Селестия. «В знак признательности за эти неоспоримые услуги мы даруем кастру Джеймсу Сирлу титул «Почетный рыцарь королевства», объявила старшая принцесса. «Отныне ему полагаются апартаменты во дворце как для него, так и для его семьи в любое время, когда они пожелают посетить нашу столицу, и денежное довольствие в размере десяти тысяч битцев в год». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!